сейчас тот кто хочет жениться перед тем как жениться должен узнать кто является опекуном девушки должен узнать об этой девушке то есть не значит что в ней надо сомневаться изначально то есть его никак должен быть действительно достоверным во-первых довольство жениха довольство наличие опекуна и его опекунство должно быть действительным и обязательно должно быть минимум 20 лет эти вещи называются столпами одниках некоторые люди да бережут сегодня от под подобного выбирает кого хотят на улице говорят будет ты опекуном этой женщины и выдай ее замуж за меня кайф кайф и кунга да как вы такое подобное говорить а луэля я лабуд антокон а волны лил об во-первых опекуном может быть в первую очередь отец ламана джед если нету отца то переходит опекунство на деда если нету у нас деда тогда переходит к родному брату по отцу и матери если нет тогда к брату по отцу лаха тартифы шире а то есть есть определенный порядок в шариате амма она на ну айин ауле амин андена что касается тех людей которые сами выбирают себе опекунов кого захотят хотя в мусульмане даже если это женщина из тех кто пришла в ислам и нет у меня ни одного родственника мусульманина маньяк уоли я не ради но кто будет опекуном для этой женщины а с ултан правитель фидо лака вера полбора на сады до улака вера лейсовая сонпа кто-то говорит а если мы живем в стране не верующих нет там правитель мусульман на обход англова я не рос мисс ул фили жаре аль галия мусульма кама я окур хава шага бен азимир рахмала тааля в таком случае мы должны найти главу каком тесла мусульманского сообщества в этой месяц и я стадь и лфи али сома байдя ага хаттал марта стадь и лфи азам байдя ага и ага бара джон и ага бара джон и ага бара джон и ага бара люди торопятся и потом с легкостью разводится и он куда-то пропадает и тогда это подобное не соблюдаясь никакие права очень важно очень важно регистрировать ваши братья почему потому что регистрация ваших браков официально является гарантией прав и дакана тела муталла по если женщина разведенная ла бут анна таркок мин хаза полагану а как мы перед тем как выдавать ее замуж должны убедиться действительно что ее развод который актером она говорит что он действительно действительно был должны узнать действительно прошел ли тот срок который она должна выжидать после развода как часто мы слышали о том что было так что женщина развелась каким-то мужем но ее срок после развода не прошел она еще считается чужой женой она выходит замуж при этом азима салат и луя я масса на тела а ла буда не к лабу дмитта у всех меня тесте у лабуд анна тхак как мин аркан аль актуалла а поэтому мы должны уделить особое внимание вопросом столпа столпов никах а вопросом опекунства вопросом договоров и вопросом тому что наши договора вот эти вот никах а должны быть зарегистрированы официально